Ну вот, а я начну с новостей. Рамштайн и визит Столтенберга в Киев. В общем-то, Столтенберг привез благую весть, я бы сказала, о том, что все члены Альянса не возражают теперь против вступления Украины в НАТО. И что это может случиться, что вот июньский, по-моему, да, июньский форум может быть историческим. Ну, а Рамштайн дает оружие перед наступлением, перед контрнаступлением в полном объеме, как и обещали. В любом случае, до завершения войны официального вступления Украины в НАТО не будет, на мой взгляд. Да и сегодня это уже не выглядит острой необходимостью, потому что Украина доказала, что можно защищаться, обороняться в современном мире и без членства в НАТО, и без прямого вовлечения государств, членов НАТО в военный конфликт. Поэтому, скорее, мир стоит на пороге формирования новой архитектуры безопасности, в которой уже НАТО может не играть прежнюю роль. Я, по-прежнему, сторонник Организации Авраамического Единства, которая придет на смену Организации Объединенных Наций и в военном смысле Североатлантическому Альянсу. Концепция которого все же относится к 40-м годам 20-го века и совершенно к тем еще реалиям, как и концепция ООН. И то, что страны-члены ООН с такой готовностью идут навстречу Украине, говорит о том, что возможно, и они не исключают правоты тех людей, которые, по крайней мере, частичные правоты тех комментаторов, которые утверждают, что Украина сегодня нужнее НАТО, чем наоборот. Потому что Украина на практике доказала возможность эффективно сопротивляться превосходящему по физическому объему силу агрессору, в чем важнейшая роль играет психологические факторы. То есть вовсе не факт, что страны-члены НАТО были бы психологически готовы сопротивляться Российской Федерации, если бы та отправила войска на их территорию. И здесь в этом смысле для коллективного Запада по-прежнему относительно удобный, как это ни странно звучит, особенно в моих устах, остается фигура Владимира Путина. Потому что они, в общем, уверены, что он на территорию стран НАТО войска не введет. И то, что он ввел войска в Украину, было связано с желанием не допустить членства Украины в Альянсе, что в свою очередь сделал бы невозможным его атаку на Украину. В обозримой исторической перспективе, чего он и не скрывал, собственно. Он и говорил незадолго до начала спецоперации, что вот, дескать, нам говорят, что сейчас в обозримой перспективе принимать Украину в НАТО не будут, а что, может быть, потом будут, и потом будет уже поздно, вопрошал он. И вот тогда нам следовало бы к этим словам максимально прислушаться и понять, что война на пороге. Но не все из нас к этому прислушались. Поэтому поживем-увидим. То есть членство в НАТО, это, вероятно, хорошо, но это уже не та сладкая морковка, которая оказалась еще несколько лет назад. Да, действительно, если бы Украину приняли в НАТО несколько лет назад, то спецоперации ЗЭД бы не было. Но история не терпит сослагательного наклонения. В популярных пабликах начали обсуждать довольно активную тему двойников Путина. Если раньше это делали только желтые, так сказать, телеграм-каналы и некоторые спикеры, то теперь эта тема стала очень популярна. Ставят рядом фотографии и так далее. А делают ставки на Пригожина. Вот мне очень понравилась эта история с сыном Пескова. Я вот подумала, кому следующему Пригожин выдаст, так сказать, документ о том, что этот человек горел в танке. Но я бы на месте Юсифа Пригожина, в общем-то, попыталась, по крайней мере, получить такую бумажку. Но вообще, довольно это симпатоматично. Нет, тут же, да, это действительно история с Николаем Чоузом, сыном Дмитрия Сергеевича Пескова, более чем показательной. Потому что фактически российская элита высказывается в очередь к Евгению Пригожину за индульгенциями. Уже были всякие прецеденты, когда люди сделали себе фальшивые справки о судимости, чтобы избегать частичной могилизации и так далее. То есть можно виртуально оказаться и в тюрьме, в том числе благодаря Евгению Викторовичу Пригожину, и на невойне. У Дмитрия Сергеевича Песков достаточно уязвимая позиция, поскольку у него жена гражданка США, сын гражданин Великобритании. В общем, все остальные близкие родственники имеют виду на жительство или де-факто живут за пределами меры. Эти вопросы так или иначе возникли бы. И Пригожин окапывается внешне человека, который будет решать, кого объявлять национал-предателем и представителем прозападного глубинного государства в современной РФ, а кого нет. Это очень большая власть. И здесь Дмитрий Сергеевич Песков создал прецедент. Я прочитала интересную новость о том, что, оказывается, бойцы в Росгвардии предупреждают о нормах международного уголовного права перед тем, как отправить в Украину. Я разговаривала с азовцами, да и читала в пабликах о том, что находят их лекции, когда их там готовят, о том, что им рассказывают, что такое римский статут, какая ответственность предполагается за войну на чужих территориях и так далее. Но, тем не менее, многие приходят, цифры такие очень скучные. 150-миллионная страна осуждены за отказ. Отказников всего тысячу на всю Россию. Пока неизвестно, сколько их на самом деле. Все журнала работают медленно, и Россия, естественно, не заинтересована в том, чтобы демонстрировать большую реальную статистику по этим вопросам. Что касается бойцов Росгвардии уже действующих, контрактников, конечно, многие из них не отказываются, потому что они совершенно искренне хотят отправляться на невойну. Вообще в любой стране, в любом обществе есть люди, объятые желанием убивать и умирать, и тяготением к смерти. И в Российской Федерации таких немало. И с самого начала я предлагал отдать мобилизацию на аутсорсинг Яндексу, который определил бы, кто действительно хочет идти воевать. Надо сказать, что Кремль к этому приблизился, создав вот эту электронную систему мобилизационного развертывания. Хотя она все равно не наделена искусственным интеллектом, и поэтому не может. Она может контролировать всех людей, которые потенциально должны отправиться на войну, но она не может определить, кто из них хочет воевать, а кто нет. Но отказов достаточно много в самых разных форумах, просто они юридически не зафиксированы. Постоянно же снимаются ролики, в которых бойцы из самых разных регионов России, вот сейчас недавно из Якутии, буквально на днях говорят о том, что их отправляют на фронта без оружия. И вообще им обещали, что их будут держать где-то на третьей-четвертой линии, а их отправляют прямо на передовую, совершенно неподготовленными. И таких случаев все больше и больше. Ну, будем смотреть, как это будет развиваться. А вот это происшествие, оно такое немножко комичное, да, когда в среду упал метеор на территорию Украины. Но, опять же, я обратила внимание на такую вещь, что в это время, да, была новость в американских газетах, в это время на авиабазе ВВС США Афут, небраски, которые отвечают за все ядерные силы США, сообщили, что ВВС находится в режиме чрезвычайного закрытия, любое передвижение на территории базы запрещено, и там персонал попросили укрыться и так далее. Это значит, что американцы постоянно следят за тем, что происходит. Любое движение в этом смысле. Это на тему, там, отреагирует Америка или нет, если, не дай бог, будет какой-нибудь тактический ядерный удар, да? Я думаю, что отреагирует. Ну, конечно, отреагирует. Мы с тобой это неоднократно обсуждали, и Владимир Путин это знает. И здесь не случайно позицию заняты старшими китайскими партнерами Кремля, которые категорически против применения ядерного оружия в любых его формах. Прекрасно знаешь, что, скорее всего, Путин и так не собирается его применять. Я думаю, что психологически он был к этому готов и остается, в принципе, готов. Он был особенно готов в прошлом году, когда спецоперация «З» зашла в тупик. Именно тогда было много рассуждений о японском сценарии. Что, как Япония в свое время капитулировала после применения ядерного оружия американцами, то это же может случиться и с Украиной. Но когда стало ясно, что Украина не капитулирует в этом случае, наоборот, будет только максимально консолидирована и мобилизована вокруг идеи сопротивления, то эта акция потеряла смысл. Поэтому Путин будет продолжать блефовать до последней грани, хотя никогда неизвестно, что случится на самом деле. Американцы, то есть, что именно в ситуации, когда все решает один человек с известными очень психологическими проблемами, картина, карта этих проблем совершенно ясна. Но Путин, безусловно, хочет жить, как мы с тобой уже выясняли, физически хочет жить. Поэтому определенных грани он не перейдет. Именно поэтому он остается очень условно приемлем для Запада. Ведь, в конце концов, то, что Россия изолируется от Запада, для Запада не является особенной проблемой. Это является проблемой больше для России. То есть, для Запада тоже является проблемой, но гораздо меньшей. И маргинализация, ослабление России, Соединенные Штаты Америки, их союзников полностью устраивает, если, опять же, Россия не переходит определенных грани. Ведь никто же не собирался свергать, скажем, режим на Кубе после крушения Советского Блока и крах коммунистической системы. Он как был, так и остается по сей день. Хотя американцам было не так сложно его свергнуть, но в этом просто не было никакой необходимости. Куба должна сама довестись до такого состояния, когда смена режима в ней станет неизбежной. Видимо, по отношению к Российской Федерации, его будет применяться та же логика. Просто от Кубы никто никогда ничего не ожидал, никаких прорывов в европейском направлении измерения и превращения окна в Европу. В полноценную стену, через которую можно проходить стеклянную от России. В 90-е годы это ожидалось. Но эти ожидания потом не оправдались и сейчас кульминационно не оправдываются. Что будет потом, мы не знаем, но что будет ближайшее время, совершенно понятно. Поэтому, конечно, тут так сделать, чтобы тактический ядерный удар остался незамеченным американцам, неизвестно.